Конечно, смерть Навального, безусловно, явилась главной новостью этой недели. Навального убили, это иначе никак нельзя сказать. Его методично на протяжении долгого времени его убивали. Чингис, ты по этому поводу особо тебе переживать, я думаю, не нужно было. Тоже мог бы, даже мог бы оставить этот репост, написать там какой-нибудь извительный комментарий к этому. Так как, ну, запорол, запорол, с кем не бывает. Так, брат Томсо умер Навальный, неужели он не достоин твоего хорошего или плохого слова? Конечно, смерть Навального, безусловно, явилась главной новостью этой недели. Навального убили, это иначе никак нельзя сказать. Его методично на протяжении долгого времени его убивали целенаправленно, и в конечном итоге его, конечно, убили. Но, надо отметить должное, они его убили, но они его так и не сломили. Навальный, конечно, показал невероятную стойкость. И я не знаю другого примера в российской истории, кто бы сравнился с ним в российской, я имею в виду, истории, и которого можно было бы примерно там, ну, привести в пример подобной вот стойкости. Невероятную просто стойкость человек показал. Даже его последнее вот это видео, включение, его включение из тюрьмы во время суда, там, где он смеется над этими судьями, угорает, говорит, что у него на лицевом счете заканчиваются деньги, и просит судью, чтобы он со своей большой зарплаты ему там перечислял, при этом смеется. То есть, что бы они в отношении него не делали, как бы они сильно не пытались ему там ужесточить эти условия, как бы сильно они не пытались его сломать, они не смогли этого сделать. Каждое их действие он встречал с улыбкой, шуткой, он их стебал, они ему ужесточали условия, он их высмеивал. Они заводили уголовное дело, он их высмеивал. Они проводили над ним суд, он их высмеивал. И вот это вот его несгибаемость, невозможность его сломить, я думаю, она, хоть Путин и убил его в конечном итоге, но он вряд ли получил удовлетворение от этого, потому что удовлетворение для Путина было бы сломать Навального, заставить его там плакать, упасть в депрессию, просить о помиловании и прочие вещи. Но он не смог ничего подобного сделать, в конечном итоге он просто вынужден был его убить. И сейчас неважно, знаете, реально там Тромб оказался причиной, или же там что-то сделали и его убили, это ничего не поменяет, потому что даже в случае Тромба, это в любом случае это убийство. Так как его целенаправленно к этому ввели на протяжении нескольких лет, не давали нормальных условий лечения и так далее. Поэтому, в общем, в любом случае это, конечно же, убийство, но убийство, которое не сделало режим сильным, не удовлетворило Путина, а наоборот, еще и еще более героизировало Навального в лице перед российским народом. Я думаю, в дальнейшем, знаете, в историческом масштабе все, весь период правления Путина, это мгновение. Он в любом случае сейчас, придет время, он умрет, и через сто лет в истории это будет просто вот в какой-нибудь там исторической сводке, в книге, это будет, ну, небольшая глава, вот, все, весь этот период правления Путина, это будет такая небольшая глава. То есть, в историческом масштабе это просто мгновение. И вот в эту историю России Путин сам внес Навального еще более героической личностью, чем он мог бы при другом раскладе туда выйти. Поэтому, короче, я думаю, что россияне, для россиян это должен быть очень серьезный триггер, то, что произошло, и очень жаль, что для них таковым триггером пока, во всяком случае, это не является. Первый раз с тобой не согласен, Навальному нельзя было возвращаться, вернуться и отдать свое тело в россияне. Ребята, а я ведь не сказал ему, что ему нужно было возвращаться, я об этом ни слова не сказал. Это был выбор Навального, вернуться. Это тоже, безусловно, был очень мужественный шаг с его стороны. Я говорю, в российской истории, ну, я думаю, он очень такой... Ну, это такая личность, которая в новейшей, по крайней мере, истории России, он сделал очень нетипичные для россиян поступки. Просто я не могу ничего подобного вспомнить и кого-то там с ним сравнить. Однако, это был его выбор, я не хочу сейчас, тем более после того, как его уже нет, сейчас рассуждать, правильно он это сделал или неправильно. Во всяком случае, он это сделал, это был осознанный его выбор. И я думаю, он перед тем, как сделать этот выбор, посоветовался там и со своей семьей. Поэтому я говорю, давайте не будем, наверное, на эту тему рассуждать. Факт, что для оставшихся, наверное, оппозиционеров в России, это очень серьезный урок, им есть над чем задуматься. Был бы Навальный полезен, если бы он остался, не возвращаясь на родину. То есть, для будущих российских, ну, действующих и будущих российских оппозиционеров, это теперь, если у них вдруг будут такие мысли, у них есть такой пример того, что случается, когда ты возвращаешься. Какой бы противоречивой личностью не был Навальный, его деятельность последних лет заслуживает уважения, и ненависть к нему со стороны путинистов тоже знаменательно не понимают тех, кто радуется смерти. Так, в том числе, любой разумный человек понимал, Навальный будет сидеть либо до своей гибели, либо до свержения Путина, либо до смерти Путина. Был мужественным человеком. Согласен. Амин на твою дуа. Крот Риттер. Кадыров, конченая гнида, и семейка твоя такие же дегенераты. Будь проклят ты, все твои последователи и помощники, пусть Всевышний вас накажет позорной, унизительной смертью и вечным адом в мире вечном. Вот смотрите, я Амин скажу на твою дуа. Вот это тот пример этого комментария. Смотрите, сколько он всего сказал, и это наверняка очень неприятно для Кадырова. Но преступления здесь нет. С точки зрения российского законодательства, этот Крот Риттер не совершил никакого преступления. Но пожелал он смерти Кадырову, его семье, например. Наказывается это по закону в России? Нет, не наказывается. Но я вас уверяю, узнай, Кадыров, кто такой Крот Риттер, получи он к нему доступ, он его накажет. Очень жестоко. Возможно, Крот Риттер станет таким же, знаете, фигурантом вот такого вот, показать постановочного шоу. А может быть как-то иначе, пытки, там, унижения, но, безусловно, он его накажет. То есть, суть в том, что если Кадырову что-то не нравится, он наказывает людей, но так как он по закону не может их наказать за это конкретное действие, не нравящееся ему, в отношении этих людей фабрикуются какие-то обвинения, по которым их можно легально уничтожить, убить по российским законам, чтобы не было каких-то вопросов. Либо посадить, там, либо подвергнуть их унижению, пыткам и так далее. Так, ну и давайте, раз мы о печальном поговорили, чтобы этот эфир полностью не был только грустным, немного поговорим и о веселом. Вчера, значит, я публикую новость о том, что турецкая оппозиция призвала расследовать информацию о депортации чеченцев из Турции в Россию. И я эту, ну, это видео, ролик, я его публикую у себя на канале, и сразу же я вижу, что, а я подписан на Чингиса Ахмадова, и он подписан явно на меня. И я вижу, что у меня, я это, значит, публикую, и сразу же первое у меня появляется сообщение, а там, когда в Телеграме, ну, в Телеграме все новое, оно же вверху, ты его замечаешь. Я вижу, что Чингис Ахмадов вверху у меня появляется, и там явно мое сообщение, не мой пост. Я открываю, смотрю, это просто репост, без каких-либо пояснений к нему, просто репостнул меня. Я, значит, наблюдаю, думаю, так, что, что это может быть? Он собирается что-то написать к этому репосту, он хочет сказать, что это фейк, или что, или это неправильный перевод, в чем дело, я смотрю, несколько секунд, я смотрю на это сообщение, потом я понимаю, что, нет, он вроде ничего не делает, в любом случае, это надо заскринить, я это скриню, и он этот репост удаляет. И тут я понял, что это, это была его ошибка, он просто, видимо, он куда-то, и это, между этими событиями, минута времени, то есть, я запустил, и следующая минута, сразу же он это делает, репост, он, видимо, когда увидел этот мой пост, он сразу же его куда-то, видимо, пересылал, надо было кому-то показать, смотри, мол, что там, турки, оппозиция турецкая, что-то говорит, не знаю, что он там хотел этим сказать, в общем, но он не туда это репостнул, и выложил это на свой официальный канал, это было, конечно, весело, я его, я это сразу же у себя выложил, немножко его на эту тему потроллил, Чингис, ты по этому поводу особо тебе переживать, я думаю, не нужно было, тоже мог бы, даже мог бы оставить этот репост, написать там какой-нибудь, какой-нибудь извительный комментарий к этому, так как, ну, запорол, запорол, с кем не бывает, ошибся, да и ладно, надеюсь, у тебя не будет каких-то проблем из-за этого репоста, куда пропал Чингис, почему, извините, ничего не укладывает, как не укладывает, он ездил сейчас в этот, в эту зону СВО, так называемых, то есть Украину, оккупированные, в оккупированную территорию Украины, там он что-то, какие-то репортажи снимал, он там даже перед, значит, воюющими выступал, какие-то речи там, говорил, хотя я не знаю, зачем это, что он может им, о чем он может с ними говорить, Джон Леннон курил травку и писал отличные песни, Курт Кобейн употреблял наркотики и писал гениальную музыку, Чингис репостнул Тумсо, но дальше дело как-то не заводилось, как ты такую параллель провел, какая связь между марихуаной, кокаином, репостом с моего канала, я даже не знаю, как это прокомментировать. Субтитры создавал DimaTorzok